В этом году было запланировано проведение ремонта 300 подъездов, из которых 183 по софинансированию. На сегодняшний день работы выполнены во всех. О капремонтах, подъездах, а еще подготовке ледовых катков говорили сегодня на оперативном совещании в администрации Серпухова. Качество работ всех 300 подъездов оценивала большая комиссия, в состав которой вошли специалисты управления ЖКХ, строительного и жилищного контроля, жилы инспекции и сами собственники. Сегодня на оперативном совещании рассказывали о том, как сработала каждая управляющая компания, в чьих домах проводились капремонты подъездов. Нет нареканий к ЕДС Серпухов плюс. В программу вошли 20 подъездов многоэтажек, которые обслуживает данная УКА. В конце ноября наш город с рабочим визитом посещал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он осмотрел проведенный ремонт на центральный 142 корпус 1 и был по-настоящему удивлен, насколько красиво, аккуратно и современно. Норматив по капитальному ремонту подъездов у нас составляет максимальный на 10-этажный дом. Данная управляющая компания выполнила 20 подъездов на 16-этажных домах при финансировании на 10 этажей. Это просто к вопросу заинтересованности управляющих компаний в проведении ремонта. По ряду управляющих компаний, сейчас называть не будут, когда мы летом выезжали, мы не могли заставить сделать проводку и поменять ящики почтовые. В данном случае управляющая компания провела, еще раз обращаю внимание, при нормативе 10 этажей максимально, ремонты в 20 подъездах 16-этажных домов. МУП «Развитие городского хозяйства» выполнил ремонт в 64 подъездах. 45 из них в рамках софинансирования, остальные в рамках текущего ремонта. Несколько подъездов уже получили награды в смотре конкурса «Лучший подъезд в Подмосковье». А вот в адрес «Пиккомфорт» снова звучали нарекания. Жалобы от жителей поступали на отсутствие замков и домофонов на входных дверях после проведенного ремонта. И это только один из примеров некачественной работы. Если управляющая компания, которая заинтересована, как она провела ремонт, она еще и видеокамеру устанавливает по согласованию жителей. А вы собрать не можете собрание собственников, жильцов. Это тоже вопрос качества работы управляющей компании. Поэтому там, где не будут предприняты меры безопасности, в том числе установка камер видеонаблюдения, у нас вот такие вещи будут происходить. А если у нас нет домофонов, и если у нас нет кодовых замков, то тем более. В следующем году в программе капремонта подъездов с учетом софинансирования более 200. Отдельно говорили сегодня о муниципальной программе капитального ремонта многоквартирных домов. Она работает в городском округе уже 7 лет. И за это время почти 600 подъездов стали краше. В 2021 году по всем запланированным домам разработана проектно-смертная документация и проведена ее государственная экспертиза. Также в рамках программы в 2021 году, кроме разработки смертной документации, запланировано выполнение работ по капитальному ремонту в 109 квартирных домах. Это работа по ремонту кровли на 94 домах, на 10 квартирных домах запланирована замена внутренних инженерных систем, ремонт или замена балконных плит на 29 домах, ремонт или замена лифтового оборудования на 7 квартирных домах и на 26 квартирных домах ремонт фасада. На сегодняшний день работы завершены на 61 доме. В 27 доме работы еще ведутся, по ним работы будут закончены до конца этого года. Работы в оставшемся в 21 доме фондом капитального ремонта перенесены на 2022 год. На 2022 год запланировано проведение капитального ремонта на 166 многоквартирных домах. Начало проведения работ намечено уже на январь. Мы иногда открываем программу, увидим, что дом, допустим, включен в программу на 36-38 год, но понимаем необходимость проведения в этом доме работ в более ранние сроки. Конечно, тогда необходима дополнительная документация, с которой мы могли бы обратиться и в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, и в фонд капитального ремонта для переноса того или иного объекта на более ранние сроки. Это случай не общий должен носить характер, это все-таки частный случай, и здесь нужно подходить точно, но они могут быть. И мы видим, что такие истории на территории городского округа Серпухов точно должны быть, но здесь работа и управляющих компаний, и собственников о заинтересованности переноса капитального ремонта многоквартирных домов на более ранний период. Подготовка ледовых катков – второй вопрос совещания. Покататься в городе будет где. С наступлением устойчивого минуса в округе зальют не менее 15 площадок. Это и хоккейные коробки во дворах, и катки в парках, и на стадионах. Впервые в Серпухове в парке питомник заработает каток с искусственным льдом. Причем посещать его можно будет бесплатно, но по предварительной записи, чтобы одновременно на льду было не более 150 человек. Это ледовая площадка более 1400 квадратных метров, размером 56 на 26 метров. Вместимость катка составляет 140-150 человек одновременно. Фото зоны, праздничное световое оформление, яркое оформление в соответствии с требованиями по брендированию, пункт проката коньков, точки горячего питания. Новый каток в парке питомник позволит кататься на коньках даже при плюсовых температурах. Открытие катка состоится 18 декабря. Будет фееричное шоу в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». В Серпухов приедут артисты ледникового периода. В любую погоду кататься на коньках можно и на арене Ледового дворца в Пограничном. Традиционно в Серпухове ледовые площадки будут заливаться в парке «Жемчужина», на стадионах «Труд» и «Старт». Поиграть в хоккей можно будет во дворах на Пушкино 29-6, на Советской 79, Декабристов 2, Бригадный 4, Весенний 57. Большевики около Надежды для желающих заниматься активным отдыхом будут созданы условия свободного доступа к хоккейной коробке, в том числе и в вечернее время. Переобуваться можно будет в самом дворце спорта. В поселке Пролетарский местом притяжения любителей ледовых баталий снова станет хоккейная коробка на улице 40 лет октября. В Липецах тоже площадка подготовлена, смонтировано освещение и скамейки для перебывания. А еще в Оболенске, Большом Грызлове, Васильевском и местечке Донки.